привет-привет привет-привет привет, мои хорошие и сегодня у меня мукбанг собственно, мукбанг это вкусняшки с новогоднего стола естественно, все готовила я сама решила я на Новый год придерживаться стандартного меню почти поэтому тут у меня все как положено бутерброд с икрой горбуша два салата один оливье правда, этот оливье у меня с красной рыбой и салат с сыром, кукурузой и ананасами и, конечно же, закусочка в виде тарталеток с красной рыбой какие вот они то есть все по стандарту может быть, не совсем все вот в общем поздравляю вас, мои дорогие с уже наступившим 2022 годом надеюсь, что этот год будет намного 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 удачливее и лучше в тысячу раз предыдущего здоровья любви как обычно по традиции в Новый год ну и что тоже я надеюсь, что у вас что-то вкусненькое осталось с новогоднего стола что вы еще не все салаты доели поэтому присоединяйтесь ко мне будем вместе кушать вместе будем доедать ну что, тут у меня пепси, кола ну что выпьем немного прям холодная ну что еще у меня здесь рыбка как арбуша как же я по рыбку-то забыла или сказала так как сегодня сейчас ее праздничный выходной все соседи, естественно, дома поэтому не пугайтесь постороннего шума дети веселятся, пазднуют может быть, и не дети ну что, давайте начнем с оливье с оливье захотелось как-то разнообразить обычное оливье поэтому с красной рыбкой мне очень, кстати, понравилось действительно очень вкусно салат с ананасом это у меня со свежим ананасом не консервированным купили мой ананас на новый год порезали его а он оказался не очень сладким точнее, вообще оказался не сладким и мы решили, что салат самое оно я решила очень вкусно думаю, что салат будет вообще вкусно вообще, как обычно на новый год я не планирую много готовить если я отмечаю дома все равно получается что доедать приходится очень вкусно очень вкусно ну что, давайте немного рыбкой да? рыбку вообще 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 карпушу делала в первый раз сама этого делала только мама мама когда приходила, сказала что у меня какая-то мелкая больше на киту похожа но знаете я не знаю есть вероятность, что меня могли обмануть нет? потому что я вообще в ней не разбираюсь может, это правда кита на вкус карпуши может быть может, она пошутила что это кита так так, следующий будет салат с кукурузой и алмаз так, что я попробую это очень вкусно это очень вкусно и очень вкусно тоже, кстати, неплохой у меня такое впечатление, что мои соседи гуляют, вы знаете, нон-стоп у них там что-то и днем, и ночью сильно не заканчивается но все-таки, знаете, между оливье и салатом с ананасами выигрывает оливье то есть с рыбкой как-то... не знаю хотя я давно хотела что-нибудь, знаете, пиццу с ананасами или салат что-нибудь такое необычное это очень вкусно ну что, я отмечала Новый год дома дома в кругу семьи у меня, конечно, есть мечта отметить Новый год где-нибудь на отдыхе потому что такого ни разу не было мне кажется, клев пальмы и у тебя как бы Новый год так да так, ну что, давайте про толиточку да с красной рыбкой с красной рыбкой с Katherine очень вкусно с творожным сырочком и огурчиком очень вкусно ну что, думаю, настало время для бутерброда с игрой хотя у меня игра осталась смотрите, какой я сделала себе бутерброд прям не пожалела я знаю, что много кто не любит игру но я не знаю, мне она очень нравится но тут, возможно, я чушканула но тут, возможно, я чушканула с количеством вот ну что, у нас там даже есть вопросы немного еще с прошлого мукбанга да так что давайте ответим думаю, вкуснятина моя никуда не убежит все-таки я ее уже второй а то и третий день ем ну ладно, это второй это второй надеюсь, успею и салюты еще не пустят ну, потому что у нас уже собственно, третий день пускают итак, в вопросе где это все в видео без какого продукта не обходится ни один свой пакияж без пи-пи-крема потому что у меня в последнее время прям очень-очень сильно сохнет кожа это какой-то кошмар прям раньше она у меня была комбинированная а сейчас прям сухая поэтому наношу обычный крем для лица а потом еще пи-пи-крем второй какой язык хотела бы выучить? ну, я не очень хорошо знаю английский хотела бы, конечно, его выучить ну, а если рано, то мне очень нравится французский прям очень нравится ну, он не такой популярный просто, чем английский я его тоже еще выучить не могу так что третье нравится ли тебе фигурное катание? вот знаете, если смотрите, очень нравится если кататься, то я тоже такой фигурист еще тот вот раньше прям очень любила а потом, знаете, когда упала один раз сильно и вот у меня какой-то вот этот страх не прям панический, не такого ничего но все равно вот я боюсь не знаю, может, со временем так вот просто боюсь травмироваться сильно еще я тогда помню последний раз, когда каталась на катке это был закрытый каток в моем городе ну, как бы я не в тот раз упала еще давно ну, как бы в тот раз я нормально каталась аккуратно, более-менее сильно не падала но именно в тот последний крайний раз я заболела на катке ветрянкой то есть у меня какой-то ребенок там же много детей может быть, конечно, и не ребенок но, в общем, меня заразили на катке ветрянкой это прям 100% на катке вот я вот здесь решила выйти и вот сразилась до того раз я ветрянкой никогда не болела то есть в детстве я не болела ветрянкой было тяжко ну, как бы все пошлось ну да, теперь я прям сильная была очень тяжело было я давно не была на катке я давно не была на катке это было не в том году итак, вопросы следующие вопросы от Кайс вопросы на следующий мукбанг в год какого животного ты родилась? у меня обезьяна второе веришь ли ты в мумерологию? ну, я не знаю то, что прям вот я верю никогда один раз то есть там видывали что такое, ну, клево и все а чтобы сама это, знаете, почти то же самое как с гороскопом то есть вроде верю если что-то хорошее а если плохое, то не верю так третье любишь кататься на коньках? я уже отвечала четвертое поедете или на зимние каникулы куда-нибудь отдыхать? ну, не знаю, если честно пока вроде только поедем к моей бабушке в Ленинск это тут недалеко от Кемерово на Рождество будем с ней праздновать Рождество пятое любимый новогодний фильм ну, конечно же это Один Дом знаете, мне очень нравится вот я посмотрела уже Один Дом посмотрела уже Гарри Поттера думаю, сейчас я вовсе эту часть досмотрю разум дела вот Один Дом тоже уже две части посмотрела и как бы не знаю в ходе фильмов новогодних много а вот действительно атмосферно чтобы там как-то не очень я еще русский фильм посмотрела самый лучший Новый год, по-моему назывался если я не путаю мне, если честно, не очень понравилось как-то все такое вот Один Дом это реально классика вот такой вот прям реально настроение вот я бы еще какой-нибудь такой фильм посмотрела не знаю, правда какой иронии судьбы но я не особо там прям смотрела но в Новый год шла по-а-а-а первому, по-моему либо второму я уже когда золотые дала смотрела уже там вообще где-то, наверное, в 4-5 утра она шла вот оливье стояло в холодильнике и стало более пропитанным а ананасы стояли в холодильнике и стал жидким наверное, ананасом обидно у нас на холодильнике немного похолодало на улице а сейчас, надеюсь, потеплеет чуть-чуть можно пойти покататься в упляжках на хасках у нас такое есть я вообще хочу это немного загород но вообще, думаю, будет весело очень хочу я в том году еще хотела но как-то не получилось в том году, по-моему, сильно холодно было было холоднее зима это точно до минус тридцати точно было особенно в новогодние я помню забыли мы тоже дома отмечали я забыла этот горошек и прям тридцать первым я думаю, холодно было вообще но бутерброд с икрой прям ем такой бутерброд только на Новый год ну, еще после, может быть и все вот так, кстати, когда там что-то идешь и хочешь больше хочется красной рыбки то есть там пожелание на бутерброд чем игры а вот на Новый год прям вау все я не знаю но я ничего не знаю что я не знаю я знаю что сколько мне досталось икры до сих пор еда все мне это чудесно удобно я сделала это из лепешки лепешки не лаваши я сама сделала, потому что магазины тарталитки мне по вкусу не нравятся я подружке рецепт сказала, что она тоже такая я бы хотела сделать из рыбки розочки у меня шопки какие-то получились а подружка мне фотку скинула у нее такие розочки огурчики с лепестками а у меня просто шопки и огурец но вкусно, главное вкусно я не проверяйте мне и так пойдет и мне и так красиво ну что, мои хорошие еще раз с наступившим вас новым годом надеюсь все в вашей жизни сложится именно так как вы мечтаете и как вы того родите побольше счастливых моментов улыбок надеюсь, вы будете смотреть мой канал и в 2022 году оставайтесь со мной я вас люблю целую пока-пока